Еще об инвестициях. В этом году в Тюмени начнется новая фаза развития компании «Фармасинтез». Детали обсудил сегодня губернатор Александр Морх с руководством предприятия «Планы». Грандиозно и скоро в нашем регионе запустят проект по производству гормональных препаратов. Он будет крупнейшим в Европе, а лекарства значительно дешевле, чем на Западе. Репортаж Ирины Шепиловой. Новейшее оборудование, российское сырье, тюменские специалисты. С 2015 года начало развития завода число сотрудников увеличилось от 100 до 450 человек, а обороты в 10 раз. В Тюмени выпускают четверть всех сахароснижающих препаратов, противотуберкулезные и противовирусные, в том числе ВИЧ-средства. Производство работает круглосуточно и четко, как часы. Как входной контроль всех исходных материалов, которые закупаются для производства лекарственных препаратов, также внутри производственный контроль во время производства препаратов на каждой стадии производства и прием издаточный контроль, уже выходной контроль. Сверили часы губернатор и президент компании. Фармосинтез начинает новую фазу развития в Тюмени, выпуск гормональных препаратов. Инвестиции составят больше трех миллиардов рублей. И это будет одно из крупнейших производств в Европе, площадью 25 тысяч квадратных метров. Сегодня 90% гормональных таблеток импортируются в Россию, поэтому свое производство – это не только экономический расчет, но и лекарственная безопасность. Для производства этих препаратов лучшей оборудования в мире не бывает. Мы четыре года работаем, подготавливаемся, значит, текстологиями своими, да, для того, чтобы мы реально, значит, выпустили те гормональные препараты, которые люди получали, значит, до этого из Германии, из Франции, из других стран. То есть мы в первую очередь, конечно, ориентируемся только на качество. Ну а цена, само собой, она на 3-40% то, что будет дешевле. Такой капиталоемкий проект будет поддержан правительством региона в административном плане в процессе выдачи разрешений субсидиями на возмещение части затрат по лизингу оборудования. Я думаю, что значимость этого завода, этого предприятия, этого проекта в целом, не только для Тюменской области, для России в целом, поскольку это стопроцентное импортозамещение, причем возможность производства здесь не только препаратов, которые производятся в мире, но и производить инновационные препараты, которые, в принципе, нигде не производятся. И, безусловно, это огромное значение, огромный потенциал развития этого проекта, этой площадки мы видим. В реализации помогут опыт и доверие. Строительство завода начнут в этом году, а завершат в 2020-м. Тюменские препараты будут поставлять не только на российский рынок, но и в 10 стран Европы. Ирина Шипилова, Максим Плюхин. Тюменское время.